Всего за год Краснодарскому краю удалось собрать 500 миллиардов рублей инвестиций. Темпы роста выше, чем в среднем по стране. Привлечение бизнеса, готового вложить деньги в развитие региона, задача даже больше не экономическая, а политическая, обращает внимание Вениамин Кондратьев. Ведь согласно новым майским указам президента, этот пункт в числе приоритетных направлений работы. На Кубани за последние три года количество крупных инвестпроектов увеличилось почти в полтора раза. Однако эти цифры не будут иметь никакого значения, если они не отразятся на жизни людей, акцентирует губернатор. Самое главное, насколько эти инвестсоглашения реализуются в рабочие места и налоги. Вот что сегодня главное. Если мы будем все время говорить о том, что у нас вот такое количество инвестиционных соглашений, вот такой объем инвестиций, а не будут появляться ни рабочих мест, ни дополнительных налогов, тогда вообще никому эта профанация не нужна. Поверьте, и мне не нужна, и вам не нужна, и жителям края тем более. Я четко ставил задачу. Посмотрите, где проекты, а где прожекты. И уже по итогам трех лет можно понять, какое муниципальное образование специализируется на проектах с результатами, а какое на прожектах. Я еще раз подчеркиваю, не нужно заниматься очковищем втирательством и профанациями. Нужно просто или качественно работать на стадии проработки и подготовки этих инвестиционных соглашений, либо бумагу просто не портите, даже ее жалко. Просто выдайте результат, который будет измеряться, еще раз подчеркиваю, в рабочих местах, в количестве предприятий, естественно, и в налоговой базе, которая явно будет расти тогда. Тогда никто не будет сомневаться в том, что вы работаете именно на этот результат, на результат района и на результат края. По поручению Вениамина Кондратьева в крае провели ревизию всех инвестсоглашений. За последние три года их заключили больше 750. Треть из них уже воплотили в жизнь еще 353 на стадии реализации. А вот 19% подписанных соглашений пришлось приостановить или вовсе расторгнуть. Основной причиной расторжения и приостановки является финансовая неготовность инвесторов к реализации инвестиционных проектов. И здесь я бы хотел обратить внимание наших коллег, глав муниципальных образований, оценка финансового положения инвесторов перед принятием решения заключения соглашения. Она оценивается вами на муниципальном уровне. И, безусловно, это ваша зона ответственности. Хотя с этого года мы муниципальные контракты и муниципальные соглашения тоже берем на однозначную экспертизу нашим департаментам инвестиций. Еще одна причина расторжения инвест-контрактов – энергодефицит. Чтобы решить эту проблему, в регионе решили создать единый ресурсный центр, где инвесторы смогут увидеть свободные лимиты. Кроме того, для более качественной реализации подписанных соглашений в этом году открыли еще один центр – сопровождение инвест-проектов. За каждым из наших сотрудников закреплен тот или иной проект или в первой степени то или иное муниципальное образование. Каждый сотрудник получает персональную ответственность по реализации инвестиционного проекта по дорожной карте, которая была создана и внесена в систему дела. Чтобы выяснить, как ведется работа с бизнесом в каждом муниципалитете Кубани, составляют краевой рейтинг. Основные его критерии – привлеченный объем инвестиций и количество реализованных крупных проектов. И по этим направлениям уже отмечается положительная тенденция. За прошедший период свое положение улучшили 17 муниципальных образований. Хотел бы привести те муниципальные образования, которые, может, еще в тройку лидеров не вошли, но они серьезно улучшили свои показатели. Это такие муниципальные образования, как город Анапа, Крымский, Туапсинский район, Каневской районы. То есть здесь сразу эти муниципальные образования подросли от 13 до 17 пунктов в рейтинге. А вот возглавил рейтинг Тимашевский район. Муниципалитет уже второй год подряд занимает высшую строчку. В числе лидеров на втором месте – Кубанская столица. Краснодар привлек больше всего инвестиций – 108 миллиардов рублей. Есть и еще одни результаты уже национального рейтинга, который составило Агентство стратегических инициатив. Впервые за четыре года Кубань поднялась на одну позицию и заняла шестое место. Для Краснодарского края это важный показатель самочувствия бизнеса в регионе. А значит, можно смело заявить, что все меры для улучшения инвестклимата работают. Мария Крошина, Денис Перец и Алексей Комаров, Кубань, 24, Краснодар.